Мы в подкасте всегда говорим обычно о пяти матчах выходных, но иногда берем четыре плюс какую-нибудь тему, ну как правило пять матчей берем, но многое остается в чемпионатах, ну не затронуто, а там классные вещи иногда происходят, я просто чуть-чуть себе пометил, допустим, в Бундеслиге в этом туре, в эти выходные впервые вышел главный судья с камерой на лице, это правда не шло в трансляцию, это там для проекта одного в Бундеслиге, но все равно прикольно. В Испании сразу в двух матчах пришлось из-за травм менять судей, а в чемпионате Франции защитник Страсбура привез фантастический пенальти, он шел, прикрывал своего соперника, шел за ним, они шли до лицевой линии и там с лицевой линии буквально нападающий простреливал, а он уже поднимал руку, показывая, что все-все-все-все, мяч ушел, мяч ушел. И вот в эту руку, которую он показывал судье, не-не-не, все же, мяч ушел, в эту руку попал мяч и назначили пенальти. И мяч не ушел. Мяч не ушел, ну то есть пенальти дали пробить, хотя там было весьма похоже, что ушел, но видимо все-таки нет. Да, поэтому не размахивайте руками, когда от этого особо нет пользы. Друзья, это подкаст чемпионата, меня зовут Гриша Теллингатор, вместе со мной Кирилл Хаид. Добрый вечер. О чем мы будем говорить, я уже сказал о европейских матчах. Поехали, поехали, поехали. Челси, Ливерпуль, 0-1. И чувствую, здесь мы сейчас надолго застрянем. В принципе, на весь выпуск. Не, на самом деле два матча, следующий ВПЛ тоже много чего хочется обсудить. Но да, начнем, конечно, с финала Кубка Лиги. Мне понравилось начало, футболисты вышли на поле. Такой красивый перформанс был даже не только на трибунах, но и на поле. Выложили огромные такие баннеры, афиши. Причем на стороне Ливерпуля было четыре футболиста изображено. И на стороне Челси четыре футболиста было изображено. Такая афиша матча. И просто я перечислю, кто был. На стороне Ливерпуля был Трент, Сабаслай, Ван Дейк и Нунис. У Челси было Палмер, Тиаго Силва, Мудрик и Стерлинг. То есть из восьми человек в афише были на поле, вообще смогли выйти только Ван Дейк, Палмер и Стерлинг. Соответственно, не было Трента, Сабаслая, Нуниса, Тиаго Силва и Мудрика. Пятерых не было. И, в общем, это казалось лейтмотивом всего матча и концовочки. Но это мы еще дойдем. Ну, в общем, просто я, наверное, скажу, что были под вопросом у Ливерпуля перед матчем, вот прям-прям перед матчем. И все гадали, будет или не будет Салах, Нуниса, Сабаслая. Все мимо заявки, даже не попали на скамейку. Сабаслай там чуть ли не жаловался, что если бы не доктора, то он бы пошел. И Клоп после матча говорил, ну вообще они так праздновали победу, что мне казалось, что они как раз готовы. У меня есть вопросы к врачам. Но, учитывая, что уже в начале матча повредился Гравенберг, там реально целый состав у Ливерпуля. Повредился. Повредился, да, мы дойдем еще до этого. Салах, Нунис, Трент, Сабаслая, Жота, Джонс, Матип, Алькантара, Алисон и вот Гравенберг. Что нужно, чтобы Челси сыграл на равных? Ничего. Полгода не мешать Почетина и ты перечислил. Ну да, кстати, отдельно у меня здесь, когда я себе помечал, какие темы можно, насколько это и была игра на равных. Потому что, с одной стороны, было ощущение, что Ливерпуль как-то владел инициативой, с другой стороны, моменты лучше были у Челси. Челси был поострее, план Почетина, я так, моего сейчас просто позорят и уничтожают, мне понравился, он был логичен. А что за план? Отказаться от прессинга, играть на контратаках, потому что Ливерпуль не совсем тот Ливерпуль, которым он как бы постационирует себя и к которому мы привыкли. То есть, соответственно, у них не такой эффективный слаженный прессинг, это не машина. Их можно перебрасывать, их можно даже проходить через центр, их можно было проходить через правый фланг, мы видели. То есть, Челси осознанно ставил на контратаке. И в конце второго тайма они прям проходили. Они проходили, да, в принципе, на протяжении матча, даже если не заканчивались ударами, не всегда хорошо распоряжались мячом. Но, слушай, столько всего было не в пользу Ливерпуля. Я не знаю, сколько внимания мы уделим тактике, на самом деле, потому что, мне кажется, этот матч, он в целом, ну, слишком эмоциональненький. Ну, слишком эмоциональненький. То есть, наоборот, здорово, чувствуешь, суперэмоционально. Здорово, когда у тебя голы, какие-то, как бы, игровые драмы происходят. А когда, как бы, полкоманда не играет и еще ломают Гравенберга, это, ну, не совсем, что здорово. Это не здорово, это не круто. Когда заканчивается с пятью игроками из молодежной команды, что здорово? Ну, не здорово, конечно. То есть, это грустно. Ну, в принципе, голов было три в каком-то смысле, да, просто два отменили. Не знаю, в плане эмоций, я, во-первых, ну, не для кого особо не секрет, что Кубок Лиги – это, ну, последний трофей, в котором участвует Туб-клуб. Потому что понятно, что главный АПЛ, Лига Чемпионов, из кубков главный Кубок Англии. А Кубок Лиги, он как бы, ну, такой, второсортненький немножко, если не сказать вещи своими именами. Но какие, блин, эмоции они выдавали, как они радовались победному голу, крупные планы футболистов, фанатов, тренеров. Ощущение, что это финал Лиги Чемпионов был, вот прям, ну, не меньше. Ну, не по уровню, но да. Ну, по эмоциям, опять же, по эмоциям. Да, ну, наверное, нужно сказать про Агравинберха, да, про которого мы сказали. Для меня это ближе к красной карточке, потому что Кайседа, я знаю такую тему, что если ты наступаешь, то это скорее желтая, а не красная. Но там так выгнулась нога, ты, он влетел шипами в щиколотку, да, и нога выгнулась. Ну, во-первых, это просто бред, что нету ни фола, ни желтый, потому что желтая здесь неоспоримая. Что там вообще забыла его нога? Еще раз, этим движением что он пытался сделать? Пробить мяч? Допустим, он играл в мяч. Типа не успел, мяч уже был в париметрах. Допустим, он играл в мяч, хорошо. Что он имел в виду этим движением? Что он пытался этой ногой сделать? Типа дотянуться до мяча, но просто на секунду позже. Ну, и мы просто знаем, что это в целом как бы немножко свойственно Кайседа. Во-первых, это свойственно его позиции, вот эта вся порно-собачность. Но это свойственно, нет, в целом его как бы манере игры. И ему конкретно. Он в принципе ставит как бы, где можно поставить локоть, он ставит локоть. Где можно ставить шипы, он ставит шипы. Поэтому мне кажется, что это немножко, ну, идиотизм. Идиотизм, что именно? Что он продолжил играть. В целом, скорее согласен. У него есть анамнез. Не выражайся, у нас приличный подкаст, Кирилл. Извините. Вот, соответственно, эта травма Гравенберга привела к тому, что сразу три футболиста должны были на новой позиции. Потому что на место Гравенберга опустился Эллиот в полузащиту. Ну, в принципе, ему-то и привычно, да, Эллиоту в полузащиту опускаться. Потому что изначально Эллиот вообще вышел на место правого вингера, на место Салаха. Соответственно, на место правого вингера поднялся правый защитник Брэдли. А на место Брэдли вышел Гомес. Ну, в принципе, на свою позицию правого защитника. Ему норм. Вот, ну, я думаю, что... Я не знаю, нужно... Дублеров меняют игроки молодежки. Ну, в целом, Ливерпуль находится в стадии, когда дублеров меняют, потому что игроков основы нет. Играют дублеры, их меняют игроки молодежки. В этом плане интересно, как себя чувствует Гомес, который уступает уже не только Тренту, да? Но и Брэдли. Но и Брэдли. Вот это, конечно... Ну, нет, мне нравится Брэдли, да? То есть смотрится хорошо. Вопросов, клопота нету в этом плане. Ну, так у него и Гомес-то пригождается. Ну, вот в такой ситуации, где минус 10 человек, там кто угодно пригодится. Кстати, было бы забавно, если бы он забил, а он был близок. Из неожиданного. Да, то есть мы в последнее время часто хвалили Густо. Да, и здесь тоже, по-моему, стоит. Как его съел Диас. Ну, блин, отбил его проход на режим концов. Нет, проход... В атаке, ладно. Он действительно пару раз зажег. Но Диас просто уничтожил его фланг в своей атаке. То есть Диас один в один просто разваливал защиту. И у Ливерпуля острота была не такая, как бы, категорически убойная, как у Челси. Она была, скорее, более чуть-чуть тонким слоем размазанная. То есть это не то, что один момент на 20 минут, но когда просто очевидно надо забивать. А такие больше, может быть, полумоменты, но их больше, больше, больше. И правый фланг с доминированием Диаса над Густо был просто одним из источников постоянного давления, откуда приходили моменты. Я просто объясню тебе. У тебя, видимо, завышенные ожидания от Челси. То, что защита проваливается, как защитники, это норм. Но Диас... Нет, подожди. Нету Жоты, нету Дарвина и нету Салаха. Нет, они-то как раз... Как это влияет на этот флаг? Нет, я имею в виду, что Диас в иерархии четвертый. Диас основной на позиции левого вингера. Хорошо, Жота чередуется с Дарвином. Но Диас не главная звезда в атаке Ливерпуля. Нет, в качестве статуса, да. Жота все равно эффективнее, он результативнее. Он топовый, да. Ну, понятно. Дарвин все равно как бы приносит больше пользы командно. Он больше играет на команду. Салах все равно как бы главная звезда. Я когда говорил, что он в иерархии четвертый, я имею в виду, что он четвертый номер как бы в атаке. Наверное, выше Гакпо. Ну да. Я думаю, что и выше Нонис, но окей, ладно, хорошо, нет. Ну, понятно, что не номер один, но он на своей позиции. В принципе, это топовый игрок. Он сам во первом матче. Нет, он хороший игрок. Да, просто имею в виду, что абсолютно была неравная дуэль это. Ну да, да. Просто от защитников Челси чего-то же они будут плохие, но этот… Вадьяшиль не играл. Я сказал, плохие они, ужасные. Но этот еще давал атаку Гюсто. Поэтому в целом он какой-то плюс на минус все-таки там существовал. Я бы, конечно, если кого-то отмечать из Челси, отмечал бы, наверное, Петровича. Мы еще дойдем до Келлихера, который, наверное, вообще выдал матч своей жизни, лучший в карьере. Оба вратаря нормально, да. Да, оба вратаря прям впечатляет. Я не знаю, вот если бы даже Алисон сейчас был в порядке, я бы, ну, я бы не понимаю, как было бы ставить в основе ВПЛ. Понятно, что уровень Алисона уже проверенный, выше, чем у Келлихера. Но такую игру, которую выдал Келлихер, ты просто не имеешь морального права не ставить его в основу после такого матча. И как бы не то, что хорошо, что Алисон еще месяц на травме, но не так страшно это уже выглядеть. Как будто бы… Да, я согласен, не так страшно. Ну, нет, вообще Ливерпуль показал себе то, что называет клуб «ментальные монстры». Абсолютно это «ментальные монстры». Другое дело меня, что смущает вообще. То есть я понимаю, что все как-то радуются, болельщики Ливерпуля радуются, а я как бы тут сижу душно. Ну, просто, ребят, ну, как бы вообще подвиги – это прекрасно, но подвиги – это не совсем долгоиграющая история. А у Ливерпуля там еще два матча за шесть дней сыграть. В чемпионской гонке ВПЛ участвовать. Как сказал клуб, непонятно кем играть в следующем матче. Мне очень понравилась фраза, что люди, которые выйдут на поле, будут в форме Ливерпуля, это точно. Это остроумно, собственно, да. Меня впечатлило, какие слова он подобрал. Он сказал, я люблю эту страну, но здесь календарь составлен не для побед. И то есть я думал, честно говоря, что после матча он пойдет, отпразднует и скажет, я ненавижу эту страну с ее гребаным календарем. А он пришел и сказал, я люблю эту страну, но здесь, конечно… Ты же понимаешь, что здесь читалось, что как бы… Да, да. Нет, так вообще он больше даже сказал своими действиями, чем… Обратите внимание, как он оперативно снимал каждый раз футболиста, который получал желтую. Нет, не знаю. Это манифест был. Это был манифест. Я не дам вам, сволочам, даже повода. То есть это было просто вот так. Если досудим. Конечно. Я думаю, что… Ну, как бы я приписываю, я занимаюсь домыслами, но, по-моему, это было… То есть получил карточку – садись, получил карточку – садись, получил карточку – садись. Это было прям вот… Подожди, неужели в первом тайме… Там же кто-то получил в первом тайме. Я тебе сейчас скажу. Или кто-то получил в первом тайме, и не ушел никто, кроме Гравенберга. Получил в добавленное уже время Брэдли, и он был первым заменен. После Гравенберга. А до Брэдли никто не получил. Потом получили Маккалистер и Канате. Да, 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 заменены. Вот. И только Макконнелл, который вы… Вот он не был заменен, потому что… Еще бы его заменил, да, обратно. Ну, то есть, я здесь вижу определенную как бы декларацию. То есть, мы вам не верим. То есть, как бы мне кажется, что это можно и так понимать. Он как бы перестраховывался, думая, что все, что может быть интерпретировано против… Опять же, ребят, возможно, я занимаюсь теорией заговора. Напишите в комментариях, если это чушь и теория заговора. Ну, как бы последовательность в том, как он убирал игроков на желтой, мне понравилась. Это было заметно. Меня из его слов больше впечатлило то, что он сказал, что это для него самая особенная победа, учитывая состав, что вот в Англии принято говорить, что с молодыми ты там не берешь титулы. А здесь он с молодыми взял титул. Здесь как бы сразу нужно оговориться, что у Челси состав на самом деле был моложе средний возраст. И в начале матча, и даже в конце средний возраст был моложе там за счет Фан Дейка, я не знаю, за счет кого. Это вот тот случай, когда есть ложь, есть наглая ложь, есть статистика. Но просто есть факт в том, что у... У Челси не было игроков из молодежки, если не считать Колуэлла, который играет с начала сезона в основе. А у Ливерпуля выходили люди, которые играли по 100 минут во взрослом футболе. Нет, они все, по-моему, втроем, 141 минуту. Все втроем, на троих во взрослом футболе. Нет, просто там абсолютные ноунеймы, и просто ты по ходу матча знакомишься с вот этими ребятками. Мы когда говорим, кого не хватало Ливерпуля, мы не говорим про там Джонса. Да, мы все-таки говорим про немножко другие фамилии. То есть, говорить, что вот у Челси... У Челси тоже были потери, но это Рис Джеймс. На самом деле, количественно сопоставимо количество потерь у Челси. Нет, по значимым, по ключевым игрокам, ну, то есть, хорошо, Угачук был недоступен. Дальше что? Как бы, вот Рис Джеймс — это потеря, да? Ну, то есть, вот я это имею в виду. Да, да, да. Нет, согласен, здесь больше ключевых, именно количественно сопоставимо. Больше ключевых выбыло у Ливерпуля. И ты просто видишь, что у одной команды на замену выходят Нкунку и Мудрик. Ну, как бы они критиковали Мудрика, но ты хотя бы понимаешь, что... Он взрослый футболист, он играл когда-то в Еврокубках. Он в Лиге Чемпионов, блин, играл. Ну, конечно. У него есть опыт, как ни крути. Конечно, конечно. А Нкунку тоже, типа, топ-футболист. Где играл этот Данс? Вот, вообще никто. То есть, Кларк, Макону и Данс, да? Это, ну, просто... Что это? Кто это? Я думал, он играл в машинке, скорее всего, и парень, выходи. Ну, это реально главное впечатление всего матча у меня. Это то, как в конце, как в конце в овертаймах, в дополнительное время, вот эти ребята смело играли, шли в обводку на ложных замахах последним защитникам. По-моему, тоже один из них был. Как они, насколько круто, и они все вместе, не только трое молодых, но вообще все вместе задавили Челси вот прям в компенсированное время. Ты думаешь, ребят, ну, по идее, за счет скамейки Челси должен был в конце матча вывозить, а тут наоборот. Они вообще-то, ну, мне кажется, что почти, ну, опять же, извините, все правильно делал. То есть, они сохранили рисунок игры. И, вообще-то, чем дальше, чем ближе к концу, тем опаснее Челси контратаковал. Их выходы, это было дико опасно. Сколько раз Келлихер просто, ну, то есть, сравни, как бы, количество спасений там в первом тайме, в втором тайме, добавили, то есть, он просто, как бы, вот, Челси нагнетал этими контратаками. Не давление, но они были все острее и острее. Здесь бы я разделял. Конец второго тайма был реально за Челси. Там и выход один на один Галлахера, и другие моменты. Конец второго тайма точно был действительно за Челси, и он этими контратаками добивал. но в овертаймах в дополнительное время опаснее было. Смотри, зачем было менять то, что работает, то есть бороться ему и зенит. Другое дело, что мы понимаем, что дети не могут быть ментальными монстрами, там ментальный монстр, судя по всему, один. Это Клоп, который что-то такое делает. Вот, знаешь, есть такая вот форма, я не хочу сказать шарлатанство, даже знаю, как назвать. Короче говоря, есть разные формы мотивационных коучей и так далее, но вот если бы Клоп вел лекции по как бы личностному росту и мотивации, ну, наверное, любые деньги можно было бы отдать, чтобы попасть на эту лекцию, потому что там, скорее всего, как бы там не было бы вот этих примитивных приемов манипуляций, а там было бы что-то скорее все-таки узнаешь о себе новое. Мне в этом плане, мне кажется, показательным то, как Брэдли зарубился с Чилвеллом, и это, знаешь, как будто два школьника подрались, или типа, ну вот они друг друга не уступали, не было ощущения, что вообще-то вот это игрок сборной Англии выиграл Лигу Чемпионов, а вот этот чувак еще вчера только вот начал играть в большом футболе. И они вот так, иди сюда, иди сюда, толкая Чилвелла, я думаю, чувак, 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 ты, как бы, хочется сказать, ты одновременно, ты вообще кто, но в футбольном поле все равны, как бы, они имели одинаковые права, но это смотрелось немножко противоестественно, что такой уверенностью, такой наглостью, такой смелостью обладает сколько и Брэдли? Я не помню, 19? Ну, я не помню, сколько. Ну, да, это поразительно. И опять же, то есть, как бы, это поразительно здоровый организм, то есть, когда фактически из всех лидеров есть Ван Дейк, и кто решает? Нет, Макалисер очень мне понравился тем, что он брал на себя лидерские качества. Мне показалось, что он дважды пошел мстить Кайседа, один раз локтем, один раз ногой. Ногой, да. И это же тоже правильно в каком-то смысле, да? В хоккейном таком, тавгайном. Ну, нет, я имею в виду, что когда дети на поле уже, ну, то есть, понимаешь, да, как бы, вот тут есть человек, который там безнаказанно бьет детей. Что ты пойдешь? Ты пойдешь, как бы, вот в песочницу разбираться, да? Вот он пытался. И, ну, и получается, в общем, один лидер, который, вот, собственно, вот, как бы, вот, лидер-лидер с большим опытом, он и зарешал. Вау! Но это Голливуд. Это когда все развешанные на стене ружья выстрелили. То есть, как бы, ни одна сюжетная линия не прошла впустую. Он и зарешал, при том, что это своеобразно отмененный гол, потому что, на мой взгляд, любое пространство там для трактовок было допустимо. То есть, если ты отменяешь первый гол, то ты понимаешь, почему этот оффсайд активный, но если ты его засчитываешь, ты понимаешь, почему он пассивный, потому что не было участия в эпизоде у игрока, которого заблокировали. У меня здесь весьма однозначная позиция. Ну, мы можем не совпасть. Просто здесь факт в том, что Энде находился в оффсайде, факт в том, что он заблокировал Колвилла, и неизвестно, успел бы он к мячу или нет. А это уже, простите, риски и проблемы Ливерпуля. Не надо было в оффсайде блокировать футболиста. Вообще не шел. Так, во-первых, он, я бы сказал, не особо блокировал, просто стоял. А во-вторых, я не уверен, что Колвилл вообще шел по направлению к мячу, потому что по Ван Дейку играл другой футболист. Да. Нет, по Ван Дейку играл другой футболист, но рядом с ним, буквально метры от него, параллельно точно так же стартовал вроде к мячу. Ну, говорю, есть пространство для трактовок. На мой взгляд, именно правило пассивного оффсайда дает возможность злоупотреблять. Нет, здесь просто пограничный момент, насколько близко он находился к эпизоду, мог теоретически успеть. Является ли он участником эпизода или нет? Да, просто если бы он там был на другом фланге, понятно, что он бы точно не успел бы к подаче, и нужно было защитить. А вот где количество тех метров, когда мы допускаем, что были активные позиции или неактивные, повлиял на эпизод или не влиял, здесь действительно неоднозначно есть трактовка. Ну, как бы, окей, меня больше расстроило, что люди в комментариях писали, да Энде не фалил. То, как он придержал его, это не фол, так дают играть. А неважно, фол это или нет. Вот объясняешь людям, важно, в офсайде он или нет. Если хоть чуть-чуть он его придержал, да, даже в рамках правил, да, фол это не было, там не было ни грубой игры, ничего такого. Нет, я просто говорил о том, что и вот то, что после этого Ван Дейк, ну, не скис, а пошел в конце, ну, то есть... Ну, кто-кто, уж Ван Дейк это не скис. Нет, слушай, ну, представь себе, во-первых, представь себе его раздражение, в принципе, что команда в такой ситуации. Ну, просто поставь себя на их место. Как бы он такой смотрит, с кем я играю. Как бы, нет, ребята, конечно, молодцы, что они вышли, что они отпросились со школы, с уроков, попросили там, кто-то даст им списать домашку. Они молодцы, но как с ними выигрывать трофей с Челси, который потратил там полтора миллиарда за три года. И на таких же примерно... Это смешно. В смысле, на таких же стоят? Ну, Челси потратил футболист. Кто там в итоге, да? На кого они потратили? Там молодой состав. Они же не все... Там есть Энса, там есть Кайседа. Там не все как бы как Палмер молодые. Там молодые и другие есть. Нет, мы перечислили там пять топовых, остальные действительно... Остальные, ну, просто потому, что они молодые футболисты. Это два признака, по которым их взяли. И вот он выходит. И он просто, ну, на самом деле он великолепный матч провел. Он в защите выручал. Не в своем даже немножко стиле. То есть он один раз прервал такой пас прям отчаянно немножко в стиле какого-то Коновара, я бы сказал. Хотя обычно он не выбрасывается. Он обычно не идет там в подкат своей штрафной, чтобы ногой как-то вот дотянуться до мяча. То есть он чувствовал свою ответственность явно в этой ситуации. Гол отменили. А как он отпраздновал уже, как он успел красиво, он показал, что вот, как бы, вот свои лидерские качества, вот он, молодец. Отменили. И он пошел, повторил. Ну, вау. Но это действительно... Нет, это просто действительно потрясающе. Просто другое дело, что повторюсь, что слишком много эмоций, ну, как бы, не то, что тоже плохо, а просто, ну, как бы им еще играть. И что будет, если они, ну, как, где они найдут силы на ближайшие два тура АПЛ, например. Если они вылетят из Кубка, я думаю, всем плевать будет, им тоже. Но как они... Как же Квадруппу? Прощальный. Смешно. Клоп. Но, как бы, там просто в АПЛ бы не потерять очки в паре ближайших матчей. Сити очень близко. И Сити есть кем играть, в отличие от них. Да, тут как бы одновременные эмоции и травмы, и это реально прям тяжело для Ливерпуля. Радость была сумасшедшая, конечно. По голову Ван Дейка хотел сказать, что там кого правильнее винить, я не знаю. Точнее, у меня есть ощущение, что все-таки Мудрика, хотя по Ван Дейку четко играл Дисоси, бежал за ним, но когда ты защитник и ты играешь по сопернику, соперник выбирает направление, в которое побежать, ты бежишь, конечно, за ним, но ты по умолчанию будешь догонять. Само собой он будет бежать чуть-чуть впереди, он выбирает, куда бежать. А Мудрик играл позиционно. Он страховал. У него была позиция, да нет, он все равно первым был на этой ближней штанге. В смысле, есть зонно, есть позиция. По игроку он остановился зонно, и в данной ситуации... Он должен был первым на мяче, он просто стоял на месте и ждал, чтобы выбить. И его просто перед ним, как электричка, мимо него вот так рядом опередил, сыграл на опережение, хотя стартовая позиция у Мудрика была лучше, Хотя казалось бы, кто здесь электричка? Да, нет, ну понятно, что он Мудрик быстрее, но стартовая позиция была лучше у Мудрика, что первым затянуться до мяча. Вот это, конечно... Ну я согласен. Да, здесь какой-то уже опыт финалов, хотя у Челси какой-то опыт финалов тоже есть, но... Нет, у этой команды... Ну с тем же Ливерпулями, а то что я... Ну нет, у Ливерпуля действительно... Не у Мудрика. У одного Ван Дейка опыта больше, чем у Челси. Нет, это... Хотя Стерлинг. Стерлинг тоже. Стерлинг, да. Да, мне кажется, что и Палмер какие-то финалы мог зацепить. Хотя, ну не играть при этом. Смотреть, знаешь, со стороны. По поводу еще, нужно сказать... Боже мой, вообще, конечно, вот так вот команду у Челси, наверное, была одна из самых так как бы трофейных, титулованных раздевалок вообще в современном футболе. Угрохать все это... Ну вообще как бы символично, что по факту Боули получил самый титулов... Главный клуб, чемпион мира. Как бы клуб, чемпион мира, поскольку они выиграли международный чемпионат мира. Да, да, да. Незадолго до продажи Абрамовичем. Надо было, наверное, еще сказать по поводу офсайда у... у кого? У Челси, нападающей Челси, Джексон Мартинес. Вот, у него. Я забыл. Да, а тут количество событий в этом матче просто зашкаливало. И даже если бы убрать овертайм, и даже за 90 стартовый минут просто было столько всего. Я бы не успевал себе делать пометки, писать отчет. Просто, ну, как бы, столько всего. А я забил в какой-то момент на пометке. То есть я, ну, то есть на самом деле у меня в какой-то момент я понял, что я смотрю, как мяч летает, а не как команда играют. Ну, как мы смотрим, все смотрят вновь, просто вот смотришь за мячом, да, и что происходит на мяче. А надо смотреть не на мяч. И я в какой-то момент понял, что я смотрю на мяч. Смысл в том, что отменили гол из-за офсайда Джексона, и Вар показал картинку, что линия офсайда, это линия офсайда. Не сразу сильно, да. Сильно не сразу показали. Не, ну подожди, линия офсайда он показал минуты там через полторы-две. Ну, она была странной. А потом... И она была с точки зрения, она была где-то с углового, а эпизод произошел почти в центре. Да, а потом показали другой ракурс. Вспомнил, да. И, да, ну, просто здесь не имеет смысла говорить о том, что не было офсайда, потому что он 100% был. Во-вторых, просто напомню, я специально проконсультировал. И вообще рептилоиды в этой матче были за Челси. Да, но для меня единственный спорный момент это Кайседа, его неудаление. Для меня только это. Ну, я понял, что для тебя еще вопрос отмененного гола. Просто для меня Кайседа скорее бесспорный. Ну, то есть, ну, мне кажется, что вообще нужно немножко судьям чуть-чуть лучше. Мне понравилось, что сказал Клоп, что судья не понял игру. Что он не соответствовал уровню игры. Он сказал, он сказал, не понял, не понял уровень игры. Да, как бы не соответствовал, а не понял уровень игры. И мне кажется, это очень точно, потому что правила все время детализируются. Я не хочу говорить, вот там, судьи, они не могут судить, они сами не играли, это ерунда. Но, как бы, мне кажется, вот иногда судьям немножко не хватает все-таки контекста, понимания, как бы, эпизодов. Я не понимаю, а какая разница, это будет матч чемпионшип или финал кубка? Какая разница? Нет, нет, разница в том, что детализация, не говорю про уровень, а я говорю уровень детализации правил. И нужно больше всего учитывать, больше всего иметь в виду, что там делала нога Кайседа, насколько это было вынужденное движение, ему некуда девать ногу, и она там оказалась, или он, в принципе, подразумевал, что там может оказаться нога Гравенберга, потому что он посмотрел сразу, за эту секунду до того, потом отвернулся, и как бы его нога оказалась вот там. Я не говорю, что он это имел, но, как бы, как минимум, это абсолютная неосторожность, которая тоже является нарушением. Но это, знаешь, такой пограничный момент, я как бы в целом в мячик, но тут пойди улови момент, я просто не успел сыграть в мяч. Ну, как бы, в таких случаях... Как бы травму нанес. В данном случае нужно оценивать не по намерению, а по выхлопу, мне кажется. Это совершенно точно не игровой эпизод. Да, закончу мысль по поводу оффсайда, того Джексона, который все пытаюсь сказать. Я проконсультировался с Алиурефом, блогером, который специализируется на судействе. Он объяснил, что, во-первых, те повторы, которые показывают трансляции, это не обязательно те повторы, которые есть у ВАР. Прозрачно. Тем более... Ну, подожди, во-первых, ты же понимаешь, что они там какие-то микропланы, склейки, они подголосы, они говорят, дай мне эту картинку, сюда, эту, эту, быстрее перемотай. Нельзя в картинке, в картинке пока крупные планы. Я хочу все это видеть на экране. Вот именно это я и хочу видеть. Они частично вывозят второе окно, но, во-первых, они не могут все время второе окно держать, они частично показывают то вот это окно, где судьи спорят, то нет. Во-вторых, на ВАР сидит не один судья, у него там еще два помощника, по-моему. И у них у всех разные картинки могут быть, то есть они разные смотрят. Ну, в смысле, главное, что когда судья там что-то проверяет, сами его позвали, он смотрит что-то конкретное, это нам выводит. Но нам могут чередовать то, что смотрят другие, вместо крупного плана того, как, например, смотрит клоп проницательно в пустоту. Вот это раздражает, потому что главное это то, что в этот момент происходит в этой комнате, и я хочу видеть, что происходит на экране у людей в этой комнате. Смотри, во-первых, здесь еще есть такая проблема, что ВАР включается типа через секунду после того, как какая-нибудь нога въехала там в соперника, в штрафной или в руку попала. А эпизод продолжается. Да, эпизод продолжается и у тебя есть основная камера и только может быть еще игра может длиться даже несколько минут. И эти несколько минут судьи проверяют и там не выводишь второе окно показывать. Поэтому здесь этот элемент, элемент того, что там вторые судьи могут что-то смотреть, помощники рефери, реплей. И еще момент, почему показали эту картинку неудачную, где на самом деле не видно, как вообще ты по какой ноге измерял, там тяжело замерить. Смысл в том, что делается стоп-кадр, он одновременно синхронизированный, все ракурсы и по крупникам, по другому ракурсу выставляются точки конечность ноги, конечность все, то есть с другого абсолютно ракурса, не с того, которого нам показали с углового флажка, где особо не видно и там как будто все линии одинаковые. С другого выставляются вот эти линии, выводятся, линию ставится, а потом уже показывают с общей камеры, где видно, что на дальнем фланге никого нету, чтобы не было, как в матче прошлого сезона Ювентуса, когда Салернитан и им там на 90-какой-то минуте Ювентуса отменили победный гол из-за того, что не заметили на дальнем фланге, кто там подавал угловой или что-то такое другого футболиста, поэтому показали эту камеру, хотя она была, ну, по-своему тоже неудобной и только потом правильный ракурс показали. с этим интересно придумали, что делать, там просто... Одновременно. Одновременно, но при этом, с другой стороны, идея-то хорошая, но при этом, когда начинается хорошая атака, идет, например, разрезающий пас, они злоупотребляют не там, где нужно. Второе, оно на маленьком плане его невозможно рассмотреть, потому что на крупном плане в этот момент показывают какой-то эмоциональный кадр, как звезда всплескивает руками. Зря так. Ну, здесь еще, знаешь, я поймался на мысли, что это просто сильно непривычно. Я десятилетиями привык смотреть футбол, где тебе не будет онлайн показываться и матч, и еще рядом второе окошечко, где будет повтор только что с эпизодом. Просто это дико непривычно. Мне кажется, через пару лет это может быть уже... Это будет привычно, и кроме того, улучшится, наработается практика, и улучшится качество этих показов, будут понимать, что давать надо, а что нет. То есть, условно, Серхио Рамос откидывает волосы, но не нужно в этот момент. Нет, нет, наверное, все-таки нет. Ну и, наверное, надо сказать, что Ливерпуль гарантировал себе участие в Лиге конференций за счет победы в Кубке Лиги. А Челси нет. Челси нет, да. Но там были новости о том, что Челси-то и не очень хотел, точнее, не очень-то мог хотеть сам клуб, там, не знаю, владельцы, поскольку у футболистов в контракте зарплата и бонусы привязаны к участию... Участие в Еврокубках без указания Еврокубка? Видимо, да. Да, но, опять же, мне просто интересно, как бы они отказались такие, типа, ну, мы решили не играть, чтобы не платить им больше зарплаты. Мне кажется, можно было бы пойти... Зависит от того, как прописано в контракте, мы не знаем, но, опять же, с финансовой точки зрения клубу было бы невыгодно идти в Лигу конференций, поскольку мы понимаем, что Лига конференций много денег не принесет, а зарплаты платить многим игрокам нужно. Любому клубу, я думаю, невыгодно играть в Лиге конференций. Это неправда. Ну, окей. Ну, то есть, я имею в виду, что там, в принципе, уровень призовых, конечно, перекрывает, как бы, количество затрат на перелеты, ну, чуть-чуть. Насколько, как бы, в принципе, то есть, как бы, это футболист, который играет матч Лиги конференций, ну, он делает определенные действия для этого. Он делает предматчевую тренировку, у него послематчевая тренировка, два дня игровая, игровой день, перелет туда и обратно, да, то есть, все это он делает так же, как матч чемпионата. И если разделить его зарплату, то есть, сколько раз ему стоит, во сколько раз меньше он получает за матч Лиги конференций, просто нет такой пересчета, потому что он получает одну зарплату. Но если смотреть, сколько зарабатывает клуб на матче таком и на матче таком, то, конечно... Просто здесь зависит еще от клуба. И для клуба, топ-клуба АПЛ, конечно, не нужна там особо финансовая точка зрения Лига конференций. А для каких-нибудь клубов из, я не знаю, Армении, из, я не знаю, из Финляндии, Ирландии, и Финляндии, кого угодно, им, конечно, есть финансовый смысл в этом участвовать. Ну, нет, им как раз даже престижный может быть есть смысл. Конечно, конечно. Да и там и матч-дэй какой-то может быть, хотя в Англии матч-дэй хороший. Ну, вот здесь они могут зарабатывать много на матч-дэй в Англии. Ну, в общем, путевка... Хочу посмотреть на матч-дэй Челси-Железенчар. Чисто ради Вани Игнатьева, который туда перешел. Серьезно? Да. А как ты вообще, этот клуб вообще, откуда из периферии сознания у тебя всплыл? Я просто перебирал смешные названия клубов. Решил, что Железенчар достаточно смешной. Ну, в принципе, не поспоришь тут с тобой. Ну и, короче, в общем, эта путевка Лиги Конференции, она, кстати, может попасть в шестой, седьмой или восьмой команде АПЛ, потому что это зависит, как и будет ли пятое место давать Лигу Чемпионов, если рейтинг сезона в Еврокубках Англии будет топ-2, и зависит от того, кто победит в Кубке Англии. Если кто-то, соответственно, из топ-7, то тогда восьмая команда ей будет путевка в Лигу Конференции. Очень сложно. Да, ладно. Очень сложно. Если что, я все это разбирал. Подписывайтесь. Ладно, в конце скажу. Погнали дальше. Иначе мы никогда не уйдем к следующим матчам. Арсенал, Нью-Касл, 4-1. Это уже чемпионат Англии, АПЛ, еще один матч, где два английских топ-клуба встречались. Наверное, я бы начал с того, что все хронологически все такие аха-ха-ха-ха, Кариус, Кариус. В матче сыграет Кариус, да, за Нью-Касл на воротах у Нью-Касла стоял Кариус, потому что у Поупа травма. Дубров, как сказал тренер, за день до матча выбыл он, заболел. В принципе, это нормально. Кариус, третий вратарь Нью-Касла, где он должен быть? Нормально. Нет, это нормальная его позиция. Он же не восьмой вратарь должен быть. Но я просто представляю себе там болельщиков Манчестер-Сити и Ливерпуля такие, ну почему вот с Арсеналом играет вот третий вратарь? Можно было им нормально вратарь? Вообще-то мы хотим, чтобы Арсенал очки потерял. Ну, в принципе... Ну, дело не в Кариусе, мне кажется, в этом дело в Нью-Касле. Абсолютно. Я считаю, потому что он, несмотря на то, что сыграл ВПЛ впервые за почти шесть лет, он сыграл ВПЛ впервые за почти шесть лет. То есть те слова поддержки Клопа после финала Лиги Чемпионов все-таки на поверку оказались, да, немножко словами. Да, когда ему бросаешь спасательный круг, он только, да. Ударили его спасательным кругом по голове, можно сказать. В общем, да, особо его вина. Я не знаю, может быть, в третьем голе есть его вина, когда Сака забил плюс-минус острого угла, но там, ну я бы все равно не стал винить особо Кариуса. Ну, слушай, в этом туре облак пропускал и хуже. Так что, да. Дело не в Кариусе. ну там, во-первых, если мы говорим о вратарях, нужно, конечно, вспоминать в этом туре вратаря, с кем играл Байер? Там вратаре Хайденхайм. Я не помню как. Ну, в общем, там Байер просто подарили два гола. Ребят, у вас что-то сегодня не идет игра, но мы тоже хотим, чтобы Бавария не выиграла титул, поэтому просто нате вам два гола, просто удары издали. Второй это вообще победный, это просто какой-то ужас. Чуваку плюнули, черт знает, первый Джаков бил еще там как-то там зашиворот немножко получилась, траектория хорошая. Вот, а второй просто чуваку в руки, ударился об руки, ужас. Да. Странно просто вспоминать, как Нью-Касл играл осенью, это две разные команды, потому что, ну, допустим, я помню матч с Парисом Джермен, когда они просто разнесли их за счет физического превосходства. Они были быстрее, доминировали на подборах, в единоборствах, просто не оставляли никакой шанса. И мы помним матч с Арсеналом, когда он очень спорный, он очень противоречивый, но была понятна ставка Нью-Касла на атлетизм. Это был такой Халк, который как бы затопчет. Халк? Да, а сейчас мы увидели очень редкое на самом деле зрелище. Халк в автобусе. И оказалось, что, в общем, как-то не умеет Халк в автобусе вообще. Да и не Халк это был вовсе. Ну да, такой как бы подздувшийся, немножко просто зеленый, разве что. Ну то есть, от физической мощи ничего не осталось, а кроме нее у команды мало что есть. То есть, если они не агрессивно прессингуют впереди, а сидят в низком блоке, ну это ни о чем. И это был низкий блок. Они пытались прессинговать как штурмовики из «Звездных войн». Как бы это классический прием. Да, как бы по одному, чтобы удобнее было отыгрывать, и еще медленно. Не знаю, ну то есть... Ну нехватка же у Линдена, конечно, сильно сказывается вот для этого стиля. Да не то. Мне кажется, что они просто еще и все не в форме. Во-первых, там очень много потерь. Это не сейчас, но я не как бы называю хао-шарлатаном, физруком и так далее, естественно. Но и как бы там много потерь. Но еще и те, кто есть, просто не в форме, они набегались уже, потому что они давно играют таким составом, кто живой, тот и играет. Ну, соответственно, вот поэтому интенсивность. Поэтому, кстати, и тактика Челси мне показалась достаточно оправданной на матч с Ливерпулем. Они исходили из того, что контрпрессинг будет уже не тот, у нас контратаки будут. Здесь тоже, как бы вот, они, ну, наверное, могли решить, что так, прессинговать мы не сможем, будем играть в низком блоке, потому что, а куда нам деваться? Надо уметь. Ну, слушай, я бы здесь еще, конечно, отмечал бы Арсенал, да, потому что они делали так, что просто, я не знаю, вот бегает где-то Исак, Исак вообще как бы, ну, неплохой футболист, но до него мяч просто не доходит. Они все так перекусывают, что, ну, как бы, нет никакого Исака. И я отмечал бы желание Арсенала. Я не знаю, вот это, это реакция Арсенала на неудачный матч в Порту, это может быть, на тот скандальный матч с Нью-Каслом в первом круге, да, когда был тот гол после единоборства Жоэллинтона, который подтолкнул Габриэла и сделал скидку. И мне кажется, это как будто вот была конкретная реакция, я не знаю на что, но Арсенал прям, даже по своим меркам, я как бы, в принципе, слежу немножко за Арсеналом, чуть-чуть. Я в курсе, что Арсенал играет, ну, в целом, в последнее время хорошо, и он на ходу, но даже по этим меркам Арсенал прям, ну, он уничтожал. Да, и мне интересно было, то есть, насколько вообще Артета был готов к такому Нью-Каслу, потому что Жоржини выходит в основе, когда соперник прессингует. Жоржини — это игрок для взламывания прессинга. Жоржини был в порядке. Я вот про него хочу говорить отдельно. Жоржини, он отдал 100 с лишним передач. Это много, но для понимания. Но больше всех матчей. Там сейчас Реал, вот этот возился с Сивилии, просто, ну, как бы, оттоптался на Сивилии, но как бы, но при этом мучился по игре. Сивилия вжалась и типа наиграется. Да, 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 именно так. То есть, Нью-Касл вжался очень сопоставимо, потому что, если там у Кросса было... Еще раз, я сравниваю, говорю на сколько. У Кросса 113 передач, здесь у Жоржини 103. Это похожие цифры сопоставимые. Просто так, совершенно космическое, душераздирающее. А это просто дохрена много. Все. И на самом деле, здесь Жоржини человек, который, ну, вообще-то, его нельзя назвать в арсенале основным. Нет, он основной для некоторых задач. Вот когда... Хорошо, звучит красиво, но по факту у него в 26 турах 6 матчей в основе. Да. Извини, но его можно назвать... И с большими клубами он чаще приходит. Да, и вот в этом плане как раз хотел к тому, что последний раз, когда он вышел в основе, это был матч с Ливерпулем, где Арсенал тоже абсолютно укатал, ушатал, просто вот бетономешалкой проехался по Ливерпулю. Это была игра абсолютно Арсенала. И здесь Жоржиню человек, который вообще-то не основной, и через него настолько строится игра, это нетипично. Это в целом... У него, если даже брать Райса, то у него там раза в два или там... Да, раза в два передач меньше, раза в три, чем у Эдегора, хотя там они по-разному... Они все втроем провели разное количество минут. Один там типа на 80-й провел, другой на 90-й, третий отыграл еще дополнительное время. То есть там по 10 минут примерно разница, я не помню точно сколько, но в целом все равно насколько игра шла через Жоржиню, это было показательно и символично, что четыре гола у Арсенала игрок матча, Жоржиню, который не сделал ни ассист, ни забивал гол. Ну, смотри, насчет Райса и почему у него столько передач. Здесь небольшой автоп, когда у тебя тройка центральных полузащитников. В любом случае, так или иначе, мы понимаем, как распределяются их роли. Очень грубо, очень грубо, я сейчас упрощаю. Их роли это контролер, плеймейкер и бегун. То есть, чтобы у тебя была синергия, я не скажу. Чтобы у тебя была синергия. Да. Чтобы у тебя была эта штука, тебе нужно, чтобы у тебя был человек, который отдает первый пас, человек, который отдает последний пас и человек, который в это время бежит в штрафную, создавая хаос или открываясь под удар, или стягивая на себя соперников. То есть, как бы, три роли нужны. Один больше всего будет владеть мячом, другой будет больше всего с хайлайтами связан, третий и не владеет мячом, и не заметен, но он не менее важен. И обычно эту роль выполняет Хаверц. И очень интересно, что Райс в этой роли выглядел абсолютно адекватно тоже. То есть, он как бы как игрок рывка, хотя он вообще-то больше по роли Жоржини, в Арсенале он больше как бы контролер, но он с продвижением очень хорошо справлялся. И сейчас даже забавно звучит, что его забрали у Челси за сколько там, за 13,5 миллионов евро. Понятно, что там, по-моему, заканчивался контракт с Челси. Мы не про Райса сейчас. Да, мы явно не про Райса. Там то же самое, только умножаешь на 10. Что такого игрока отхватили, что он настолько хорош. Он долго адаптировался и он набрал форму. Да. Но у него, кстати, заканчивается контракт летом у Жоржини, насколько я понимаю. И вроде как пишут, что есть опция продления, но поди, знай, какая это опция продления. Она может быть, скорее всего, связана с количеством проведенных минут или матчей. Их у Жоржини не так много, но ощущение, что как бы игрок еще нужен. Пригодится. Особенно если учесть, что партии как бы все больше становятся виртуальные фигуры. Да, он абсолютно Тиагалькантаровским таким стал. Это еще может быть с позицией связанной. Может быть, им стоит махнуться. А никто не заметит этого. Никто не заметит. Ну, вообще, про этот матч еще... Что хочется еще про этот матч сказать? Я просто тоже себе много чего отмечал. Хавер. Хочется про Хаверца поговорить, который как бы вот... У него сейчас была не такая роль, как обычно, когда он больше, сказать, ташкает, таскает каштаны из огня для других. Вот я давно ждал возможности сказать эту фразу. Здесь часто таскали каштаны для него. Такая каштанка. Хорош. Хорош. И сегодня форма. Благодарю. И, ну, да ему норм. То есть, он один момент запорол, один реализовал. Нормальный паритет. То есть, это норм. Ну, нет, в принципе... В смысле, у Ливандовского хуже. Ну, давай сейчас мерить по нынешнему Ливандовскому. Хорошо. А когда он забил 40, был хуже. У Холланда примерно так же сейчас. Я понимаю, но мне все равно... Во-первых, для меня, конечно, Хавертс нападающим лучше, чем Хавертс в полузащите, но мне все равно немножко странно, когда у тебя на скамейке есть Жезус, Тросар, Инкетия. Инкетию, кстати, тогда еще просили продлить контракт. Он такой, ладно, я продлю, останусь, чтобы сидеть. Это была шутка, да? Да. Мы тебя разыграли. Я знаю, что Жезус после травмы, но все равно... Слушай, ну, по факту... Счет 4-0 тебе, ассист и гол тебя не убеждают? Ну, это же значит то, что... Ну, хорошо, если все подводить к ассистам и голам, все, вопросов нет. Подожди, подожди, подожди. Когда он не забивает, и он полузащитник, я говорю, слушай, как он двигается, как он создает пространство, он как раз тот бегун. И забивает, и не забивает. Как он, как вот, в роли бегуна хорош, ты говоришь, какая разница, он нападающий, должен забивать голами. Сейчас он нападающий. Ты говоришь, ну, если мы все сводим к ассистам и голам. Это я говорил больше про нудеса, что в плане реализации... Про Хавертс у нас... Здесь то... Хорошо. Нет, не реализация, а в целом количество голов. Хавертс не забивной. Берет другим. А тут он еще и забил. Ну, еще бы он, когда у него два таких момента, еще бы, если бы он ни один не положил, я бы слишком много тогда возмущался на его счет. Ну, потому что, ну, блин, совсем было бы не дело. Сака очень, кстати, изобретательный, яркий, какой-то Венисиуса-жуниорный матч провел. Моментами прям... Ну, в плане того, что он тянет игру на себя и делает это с пользой, это есть. Да, да, да. Потому что мне казалось, что... Он шестой матч подряд в АПЛ забивает. Он очень, как бы, хорош, но мне казалось, что он не совсем все-таки большая звезда, при том, что его в Англии считают большой звездой, именно потому, что он немножко недостаточно тянет одеяло на себя. Ну, то есть, как бы, да, Салах мыслит себя на поле, он себя по-другому ставит. Он, как бы, меньше играет на команду, команда больше играет на него. И мне кажется, в Саке это сейчас как-то стало проявляться. Это не вопрос одного матча, а вопрос, там, последних пары месяцев. Но это проявляется, и, может быть, это и есть путь, когда он действительно закрепится как большая звезда. Большая звезда — это человек, который... Ну, все-таки команда играет на него, а не он на команду больше. Да, это роль первого плана и второго плана. И в этом плане как раз подходит что, кстати, Хавертс, что Жезус. Оба такие, как бы, незабивные. И оба умеют играть на кого-то. Да, поэтому кому-то нужно тянуть роль главного. Ну, в принципе, есть Мартинелли, который тоже этим в целом занимается. Нет, он этим вообще злоупотребляет, но он не очень эффективен. Он как раз по уровню не столько большая звезда. Сколько он себя позиционирует, он себя ставит, он тащит игру на себе, тащит, но... Ну, вообще, показательно, что Мудрика хотели брать при живом, хорошем Мартинелли был момент. Ну, так Тросара же взяли, и не то, чтобы он играет много. Ну, видишь, его иногда в центр ставят, да. По Арсеналу, знаешь, что я хотел сказать? Я просто смотрел вот этот матч Арсенала, после того, как я посмотрел, соответственно, по-моему... Соответственно, Тросар и Мудрик, это поразительно, что, конечно, взяли одного вместо другого, потому что более непохожих футболистов мне трудно представить. Мне кажется, мы просто не видели, на что способен Мудрик. Я думаю, что если бы он перешел в Арсенал... Он способен бежать вдоль бровки. Если бы он перешел в Арсенал, в Ливерпуль, то мы бы увидели Мы бы увидели, как он открывается между линиями? Да, да. Как он разворачивается, как он как Тросар, ложную девятку может... Слушай, я помню, именно вот первый матч Мудрик и за Челси, это был хороший матч. Он хорошо играл. Он раздавал передачи. Ты видел, что Мудрик раздавал там передачи скрытые? Я, возможно, не столько просто за ним слежу. То есть у меня сложилось впечатление, что он просто бежит по бровке и теряет мяч. Но, возможно, оно как бы... У меня, возможно, это предубеждение, но, опять же, если бы условный Лави перешел бы в Ливерпуль, наверное, мы бы сейчас много по-другому... Да, может быть, он не получил травму и был бы сейчас недостающим элементом, и мы такие... Это было бы вот то, чего не хватает. Последний камешек... В Ливерпуле не получил бы травму? Ладно, здесь, возможно, я покричился. Но футболист очень сильно зависит от системы. Я к этому. Да, да. Пример Эндо это показывает, который, в общем-то, уже как-то вписался. Да, он прогрессирует. И даже успевает. Мне нравилась первая часть, но сейчас... Он же просто немножко не успевал за событиями все время в Ливерпуле. То есть он не то, что как бы... Да, а тут, ну, как бы, он уже и фалит вовремя, а не потому, что он где-то далеко позади. Он превентивно фалит. И передачи простые раздает без того, чтобы темп снижался. То есть это какой-то процесс адаптации. Я когда... Он переходил только, я смотрел на его цифры по продвижению мяча и по подборам и фалам и поразился, до какой степени похоже на Фабинио. И подумал, вау, кажется, они что-то имели в виду вообще. Кажется, они просто посмотрели на те же цифры и взяли. И как бы, да, и как бы вопрос только в том, потянет ли он то, что это совершенно другой уровень. И потом, когда взяли, оказалось, что цифры идут лесом, не потянул. А сейчас снова понимаешь, что да нет, адаптация произошла, вроде бы тянет. И это при том, что МакАлистер в этой роли смотрелся хорошо. В целом хорошо. Ну, просто когда МакАлистер в этой роли, некому играть в роли МакАлистера. Ну, видишь, а там еще и Сабаслайни, там вообще ничего нет. Ну да, МакАлистер играет вместо всех сейчас. Как мы случайно перешли матчу Ливерпуля? А я не знаю, я вообще хотел сказать, да, да. Так вот, Арсенал... Лавия, мостик от Арсенала к Ливерпулю. Про Арсенал хотел сказать. Я смотрел этот матч после Баварии и Сити, и мне показалось, что... Баварии и Лейпцига. Нет, после матча Баварии, после матча Сити. И мне показалось, что и у Баварии и у Сити была одна и та же проблема. Забив гол, команда уходила в закат и переставала играть в футбол, плюс-минус. Я знаю, что... Да, я знаю, что при этом после своего гола они стали играть просто хуже. Здесь Арсенал после своего гола стал играть лучше. То есть нам настолько наплевать, что мы забили, мы настолько не будем вот под эту менталочку подстраиваться и отходить. Не то, что в обороне... Об этом вообще даже речи нет. Но они такие, да, мы сейчас дальше пойдем рвать. Вот это в Арсенале впечатляет. Здесь есть, мне кажется, очень простое объяснение, оно никак не связано с тем, что, а вот там Гвардиола, Тухель, Прагматики, Артет... Нет, вообще. Есть команды, наеты трофеями, а есть голодные. Да, то есть, ну, как бы, вот и все. И наетая команда, как бы, она такая, ну, окей, хватит мне. А голодная идет, их еще мне дайте, еще я хочу больше. Это нормально, так должно быть. Во-первых, мы не можем сказать, что Нью-Кассел какая-то наетая тиклубная команда. Мы говорим Сити, Бавария. Арсенал, Сити, Бавария. То есть, как бы, наетые, голодные. Все, я понял, да, в этом плане. А во-вторых, здесь еще казалось, вот эти все ментальные, физические и прочие нюансы, про которые мы можем говорить. Допустим, по Нью-Кассел всю неделю отдыхал. Арсенал, важный выезд, он был в Португалию. И, казалось бы, там могли устать. Они перестроились. Там отдохнули. Нет, ну, правда, там было удивительно. Нет, ну, они бились в стенку, они не отдыхали. Все-таки там не сказать, что отдыхали. Но стенка меня, кстати, очень впечатлила. Португ. То есть, это, ну, как бы, наверное, это самая неприятная команда в мире. Вот из, как бы, команд высокого уровня. А итальянские? Что, я покричился? Нет. Ну, в смысле? Во-первых, это уже давно не так. Все так. Во-вторых, как бы, весь Хитафи, как бы, в-третьих, все равно, самое неприятное, потому что они делают неприятно именно так, как больнее всего сопернику. Они могут и прессинговать по всему полю, они могут и уйти в низкий блок, они могут и в средний блок. Ну, то есть, ладно. Ну, как бы, да, Арсеналу было тяжело, тем ценнее, наверное, тем ценнее побед. Ну, то есть, мне кажется, у них сейчас такая, не хочется сглазить, это невозможно узнать со стороны, это нужно быть внутри клуба, чтобы знать, но мне кажется, похоже, что они к весне снова набрали хорошую форму. Год назад так, в принципе, тоже казалось, но... Нет, год назад так не казалось. Нет? Мы, ну, вспомни наши споры, ну, мы как бы им прогнозировали, мы прогнозировали им спад где-то за месяц до того, как он начался. Ну, так или иначе, сейчас просто подтверждение твоих слов, лучшая разница забитых пропущенных мячей в АПЛ у Арсенала плюс 39, а это, кстати, разница забитых пропущенных, первый показатель при равенстве очков, если вдруг до него дойдет. Им всем далеко до Интера, там плюс 50 с чем-то. Ох, кажется, тоже немножко говорит о Лиге, а не только об Интере, хотя Интер, конечно, хороший. Меньше всех Арсенал пропустил 22 гола, и важные в контексте этого матча показатели, голы со стандартов и с угловых, у Арсенала лучшие показатели в этом сезоне АПЛ, у них 18 голов со стандартов, это не считая пенальти, и 13 голов с угловых, и прям... Как будто играли все время с Манчестер Юнайтед, извините, болельщики, Манчестер Юнайтед, но вы понимаете, почему я так пошутил. Я просто даже не знаю, кого здесь нужно обсуждать, когда мы говорим про стандарты, больше Габриэла или вот этого Николя Жавера, тренера по стандартам, которого Артета так собой захватил из Сити. Ну, во-первых, там и Салиба неплохо раздает как бы на стандартах голову. Раздает? А, забивает. Да, во-вторых, конечно, тренера, Жавер, да, его зовут по стандартам, потому что, ну, ты же видел, у них постоянно вот эти очень интересные задумки, хотя, казалось бы, чем ты можешь уже как бы и паровозик все видели и как бы разбегаются как бы кросс вот эта вот как бы траектория наискосок друг к другу все видели. А когда они вчетвером уходят за дальнюю штангу вообще за пределы поля и оттуда бегут у Вратарского, это прям свежо, это что-то новенькое. Да, погнали дальше. Бавария-Лейпциг 2-1 и Бавария, в принципе, весь первый тайм скорее давила и забила, правда, только в начале второго тайма и вот, как я сказал, она после этого стала играть хуже. Это, кстати, не только мое наблюдение, об этом говорил Кейн после матча, что после гола были пассивны в целом, в целом его команда была пассивна и там уже даже Лейпциг что-то создавал, Нойер потащил выход, ну, там, пару моментов и выход один на один он тоже потащил и где-то, ну, как-то уже какой-то не потухший была, что ли, Бавария, но там был момент интересный, когда Мюллер ругался на Санэ из-за того, что Санэ выключился из эпизода, у него мяч был рядом с ним. Очень точный эпизод, он просто наорал на него, когда он выключился из-за того, что, если не видели, смысл в том, что пасс пошел не точно, а отскок, по-моему, был, и Санэ увидел, что мяч к нему не идет и сплеснул руками, отвернулся и стал эмоционировать и в этот момент мяч ему чуть ли не в колено прилетел, а игра продолжалась и он был в восьми метрах от ворот. Один. Даже ближе. Да, поэтому, с другой стороны, Санэ прямо неожиданно отыграл, когда контратака прошла, по-моему, в первом тайме была у Лейпцига контратака после углового и там Мусиала и Санэ оказались в защите и там типа два в два контратака и Мусиала и Санэ защитники. И Санэ, собственно, блистательно оттер корпусом. Он догнал, он правильно как защитник сыграл, он навязал свой темп, замедлил нападающего игрок корпусом и оттер и выиграл, как бы там выбил мяч в аут. То есть у него и такой эпизод внезапно был. То, что он догнал вообще не удивляет, а вот то, что поставил корпус уже как бы да, чуть больше это ему не так свойственно. Вообще Санэ вроде бы проводил шикарный сезон, все отмечали Кейн, 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 но вообще-то Санэ тоже первый круг был в целом шикарен. Сейчас уже ну вроде бы тоже неплохо. Просто от него ждешь такого же уровня, а понятно, что на уровне шикарен ты не проведешь весь сезон, но это мало кто может. Хотя вот один парень, у которого 27 голов за 23 тура, он улетает куда-то в космос, он идет примерно по графику Ливандовского, когда тот установил рекорд Бундеслиги по голам. Когда тому зажали золотой мяч. Да, именно про это я говорил. Причем Кейн, кстати, интересно, в этом матче он забил оба мяча левой ногой, будучи правшой, насколько он всесторонне подстраивается. При этом интересно, что он продолжает упускать. Ну как бы в Тоттенхэме. Да, и тогда, и здесь на третьей минуте. В Тоттенхэме у него было немного моментов. Он скорее был просто убийцей. То есть, как же ценил он каждый момент в Тоттенхэме, да? А в Баварии все-таки немножко вот есть ощущение такое вот, как бы, ну, вальяжность. не люблю это слово, но непонятно, не вальяжность. Нет, слово понятно, но все-таки не совсем подходит. Не настолько. Человек, который забил 27. Спокойно относишься к моментам, потому что точно знаешь, что будет еще много. То есть, это не то, что, о, момент, я сделаю все в этом эпизоде. Но опять же, когда он там не забил, он в штангу от рук вратаря отлетел, там, на третьем минуте, он почти забил. Не то, что там пробил по воробьям. Нет, нет. В принципе, он был хорош в этом плане. И вообще, в отличие от Тоттенхэма, мне кажется, в том, что если в Тоттенхэме мы как-то привыкли, что он такой в оттяжечке девятка и там по флангам забегает условный сон, то здесь насколько он универсален и в том плане, что он продолжает играть в оттяжке и даже вторым темпом и иногда наоборот он бежит, оттягивает линию защитников, соперник, он ее вжимает вместе с собой к воротам, чтобы дать пространство другим футболистам. То есть он прям как наконечник-наконечник играет. То есть он прям и туда, и туда. В этом плане он прям нравится и в принципе даже по-своему логично, что там в этом матче он был прям девяткой. Он мало отходил в глубину и мало получал мяч. Как положено центральному нападающему. Как мало. Исак, я думаю, плачет, когда слышит то, что Кейн мало получал мяч. Исак в эти выходные вообще мяча не видел. Но по-своему, да, логично, что именно в самом конце именно Кейн забил победный. Но у него меньше пасов, чем у любого из нападающих Глейпцига. Хотя тех двое. Сколько это? Сейчас скажу. 13, 15 и 9. Обоих нападающих Глейпцига заменили. Кейн провел весь матч. Ну да, 9 маловато, да. Конкретно в этом матче. Но в принципе... Нет, ну это не говорит о том, что он плохо играл. Это его роли. Это, конечно, его роль. Больше замыкал. Так-то он может и 15 отдать, как бы разгоняя Санэ. Да, и он это делал в принципе по ходу этого сезона. Вообще, так или иначе, нам, наверное, нужно говорить о том, что Тухель. Все. Мы, по-моему, эту тему не обсуждали, поскольку он был после нашего последнего подкаста. Я не помню, обсуждали или нет. Или обсуждали. Ну уже, короче, да, уже крышки. А мы профессиональные. Мы прям супертоповые. Ориентируйтесь на нас. Берите с нас пример. Ну, в общем, было конкретно в этом матче было много Стёбы насчет того, что он весь матч сидел на таком металлическом чемодане. Он его пододвигал ближе, садился на него. И даже на пресс-конференции потом спросили, что, ну вот, типа, чемодан, вы скоро как бы уходите. Чемодан. Он такой, да-да-да. Так и было задумано, так и планировал. Вот собрал чемодан уходить. Поэтому я сегодня сидел на чемодане, да. Ну, как бы, ирония его хотя бы не покинула. Спасибо. Спасибо на этом. Вообще... Ну, смотри, там же интересно, что. Вот, как бы, кто вообще является неким лидером? Нет, вообще мы обсуждали это, я вспомнил. У нас был... Мы обсуждали одновременно, когда Хави, по-моему, ушел. Лидером мнений в Баварии, я бы, может, как бы, можно назвать там Мюллера, который, как бы, вообще флагман клуба. Может, уже не самый важный игрок, но точно лидер мнений, один из лидеров раздевалки. Да, вот он говорит, как бы, нельзя, когда все идет плохо, не всегда можно во всем винить тренера, виноваты игроки. Вот есть, как его зовут, Кристиан, по-моему, Дрэзен, генеральный директор, спортивный Фроинт, я не помню, что он сказал, а генеральный директор Дрэзен сказал, что, как бы, есть вопросы к игрокам. То есть, он тоже говорит, что переговоры с тренером были очень короткими, мы сошлись на том, что, как бы, клуб находится не там, где хочет быть, как бы, но мы, кроме того, считаем, что, как бы, на самом деле, есть вопросы к игрокам. И Тухель критикует игроков, и мы говорим, какой он неправ, как он токсичный, но, мне кажется, тут действительно, ну, как бы, ну, я повторяю то, что говорил неделю назад, когда мы осуждали, что даже игроки Баварии понимают, что, ну, наверное, они все-таки немножко, слишком много их не на пике формы, не в лучшей своей форме. И, ну, Бавария по умолчанию считается одним из фаворитов Лиги Чемпионов, но Кимих и Горецкая, это все-таки, как бы, они, они также всегда равны сами себе, как... Фреда Мактоминой? Как, я не знаю, как угол треугольника равностороннего? Или они все-таки просто имена? А под этими именами, как под именем Каземира, может скрываться разное? Ну, понимаешь, в то, в какой они не форме, здесь как раз можно определять претензию к тренеру, это логично, но на самом деле глобально мой основной тезис касательно всей этой ситуации подтверждается Кейном, кто лучший футболист Баварии прямо сейчас? Это самый голодный до титула футболист, тот футболист, который не выигрывал трофеи, и он самый голодный. Моя логика в том, что, возможно, руководство Баварии, при всем том, что они могут говорить даже правильные вещи, им стоит еще делать правильные вещи и чаще менять не тренеров, потому что я считаю, что и сейчас Тухель, и раньше Нагельсман, не стоило их убирать, не стоило их отпускать. У обоих нет контакта с раздевалкой. Ну, мы об этом до конца не знаем, я не люблю эти разговоры, мы не знаем, кто за него, потому как обнимались Мюллер, можно подумать, что есть, сейчас вот с кем-то нет, всегда есть кто-то недовольный. Так Мюллером говорю, наконец-то ты уходишь. Ну, окей. Всегда есть кто-то недовольный, мы не знаем, это 2-3 или 7-10 человек, мы не знаем. Нет, мы не знаем, я просто, я имею в виду, что даже по количеству инсайдов, которые, как бы говоря о том, что раздевалка, пардон, дырявая, как бы там есть постоянные утечки какие-то, это же было при Нагельсмане, это же и сейчас. Об этом речь, все одно и то, что это дело не в тренере. Нет, дело не в тренере, но мне кажется, что, ну, подожди, просто очень трудно, как бы, мы сейчас фактически подводим к тому, что, а, ну, Горецку надо продавать, а может быть и Кимиха, ну, ничего себе, то есть с точки зрения Баварии, это же сумасшедшие активы клуба, это флагманы, то есть они уже один раз продали кросса, и потом такие, вот мы, блин, даем, как бы, то есть им не нужно этого делать, и это, ну, как бы, есть такое, в свое время Милан очень много навыигрывал, и затянул со сменой поколений, и попал в очень затяжной кризис, то есть, как бы, тут трудно найти грань, мы сейчас понимаем, что, кажется, эти игроки, да, они уже немножко, как бы, от успехов, они присытились ими, мы понимали это два года назад, а это же надо на опережение делать, а мы ничего этого не понимали, то есть, ну, как бы, можно понять, а вообще-то, генеральный директор новый, спортивный директор новый, два года назад там другие люди были, это они, как бы, не сыграли на опережение, а нынешние люди, они вот просто по факту решают сейчас. Но, что мы видим, слышим, да, о чем мы можем говорить, то, что летом Бавария хотела не только по линию, с которым практически договорилась с Фулхомом, но еще даже Мактоминаю, да, который, оказывается, хорошо играет в футбол в этом сезоне, да, что мы внезапно увидели, и то есть, в чем-то были правы, то есть, какое-то стремление к этому, у них было, у Тухеля, я думаю, в первую очередь было. То есть, есть понимание ситуации? Ну, есть, есть так дело, так меняйте не тренера, а футболистов. Я не знаю сейчас конкретно это опорники, может быть, это речь не конкретно про опорник. он сам не хочет. Кто не хочет? Тухель. Я не знаю, судя, я думаю, что он как раз хочет. Продолжать? Нет, продолжать, видимо, он не хочет, раз уходит, может быть, хочет, не хочет, не знаю, но видеть, что нужно менять, я думаю, при всем мире к Тухелю, я правда очень ему симпатизирую. Он очень конфликтный парень. Если ему не нравится, он за место не держится. Если ему эмоционально не близко, он за место не держится. Он не хотел уходить из Челси, скорее. Да, да, понятно. Как бы из ПСЖ, он, по-моему, чуть ли не открытым текстом говорил, что он хотел уйти. То есть, здесь ни то, ни другое, да, то есть, я думаю, здесь с третьего, где-то посредине. А чья инстанция была? Ну, я как раз думаю, что они могли поговорить с точки зрения, чтобы прояснить. Они могли его позвать, ну, на ковер, чтобы понять, а что вообще происходит, какие планы? И он говорит, ну, я, честно говоря, как бы не вижу каких-то особых перспектив, потому что вот так, 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 так. И они тогда понимают, ну, во-первых, наверное, он прав, действительно нужно вот это все поменять, а во-вторых, ну, наверное, он тоже не тот человек, который с таким настроем, с такой мотивацией будет. Мне было бы понятнее, если бы они либо, окей, Тухель прав делаем, как убираем там Кимиха Горецкую, я думаю, вряд ли именно их, но, допустим, их убираем во и тогда оставляем, либо тогда, окей, нет, мы не считаем, что пришел момент пик, когда их нужно убирать, мы убираем тренера, и тогда логичнее оставлять Кимиха Горецкую или тех игроков, которые хочет убрать. пока что там все на месте, они ведут себя очень разумно, они не раздувают конфликт, они все делают очень полюбовно, мягко, мы увидим летом, кто уйдет. Ну, Тухель сохранил работу до конца сезона. Нормально все. Просто если уйдут те игроки, которыми был недоволен Тухель, тогда для меня вдвойне вопрос, зачем было убирать Тухель. Потому что проблемы были и у Найгельсмана. Так тем более вопрос не в тренера. Потому что фликт, которого всех болельщики Баварии хотят, чтобы был фликт, ребят, все звезды Баварии играют в сборной Германии, которая провалилась при флике. Ну, серьезно, то есть как бы не то, что это что-то изменит. Да, ладно, напоследок скажем, что да, Байер выиграл мы, я вспомнил вратаря, зовут Центнер, и он достаточно тяжеленьким получился в этих эпизодах, когда он привез вот эти два гола и позволил Байеру выиграть. Поэтому теперь те же 8 очков отрыва у Байера, хотя это не совсем те же, чуть-чуть другие 8 очков отрыва. Потому что все меньше играть. Да, чем меньше остается туров, тем больше эти 8 очков значит. Как бы сказал Хави, эти 8 очков на вес золота, а потом еще золотее, а потом вообще позолоченные, а потом у них просто уже не 585, проба, а какая-то 975 проба. Забавно, кстати, что и там, и там ровно 8, да? Да. Милан, Аталанта, 1-0, и две, кстати, ИЛЕ-шные команды, да, обе прошли... 1-1. 1-1, да, друзья, 1-1, простите, простите, я в традиции... Даже голы не все смотрел. Не блюзю, не блюзю, да. Просто не знал вообще, как они сыграли, я даже не знаю, из какого чемпионата они... В Аталанте, Миранчук. О! Есть о чем поговорить, Есть о чем поговорить, да. У нас, кстати, на Ютьюбе, в заставке Миранчук, и я все время думаю, блин, надо вообще что-то вообще иногда вспоминать, если у нас на заставке в Ютьюбе сверху в том числе Миранчук. Две команды ИЛЕ-шные, потому что я не имею в виду, ну вы поняли, да, играют в 1-4, да, нет, в 1-8 они прошли. И, честно говоря, Аталанта, из того, что я видел плюс-минус-мельком, друзья, честно, я больше слежу за Англией, там, за Испанией, сейчас много смотрю Германию, честно, до Италии не столько внимания доходит, но... Друзья, может, тебя и простят, а я нет, в смысле много смотришь Германию, а до Италии руки... Ну, как-то можно так фразу обстроить, много смотрю Германию, до Италии руки не доходят, что? Ну, ты видел, что там есть интрига, а там интро и все. Качество футбола. Ну, да, я об этом и говорю, там качественный футбол, там качественный футбол, я и говорю, в Германии качественный футбол, а тут Италия. Вот так и не говори больше. Это был последний выпуск, Кирилл отказывается дальше, со мной имеют дело, но если серьезно, Аталант, это, в общем-то, из того, что я видел. В последнее время была хороша. Вот, к слову, где качественный футбол. Наша синхронность впечатляет. Не знаю, относительно равный матч, нет? Ну, нет, то есть мы ждем этот... Во-первых, Аталанта слишком меняется по ходу сезона, на самом деле это не плюс, потому что, как бы понятно, что Гасперини перебирает, он все время... То есть даже то, что Миранчук стал играть... Гасперини перебирает? Перебирает варианты, да. Он как бы создает команду на ходу. Это не очень круто, потому что пиковая Аталанта была, когда она, в общем-то, относительно не менялась три года подряд. Потом появилась новая, но она долго не продержалась, и сейчас каждый сезон новая команда, и даже по ходу сезона она немножко меняется. И сейчас, по ходу этого сезона, команда несколько раз трансформировалась, они отказались от высокого прессинга, они ушли в больше, как бы, в такую позиционку с контратаками, а сейчас я вообще не очень понял, какая была у них, ну, как называется, я бы назвал, как бы, зона отбора, где они вступают в прессинг, потому что попыток высоко пойти в прессинг было много, но при этом они были хаотичными, это не какой-то системный подход. Запутать соперника. Или самим немножко, как бы, не разобраться, и я считаю, что Милану было довольно комфортно, да, то есть они просто, ну, скорее, последний пас подводил, но и Лиау, и Эрнандес много получали свободы на мяче. Опять же, Лиау, нет, Лиау, его двое, Лиау все время играли, держали двое, но, Эрнандес, да, Эрнандес мог разгоняться, в общем-то, куда хотел, и ради чего это, то есть, ради того, чтобы что, чтобы какие контратаки проходили, или чтобы, как доставлять мяч в атаку после высоких отборов и перехватов, если они будут, до Миранчука мяч особо не доходил, до Кителара мяч не доходил категорически, вообще не доходил, лидер Аталанты по продвижению мяча Корнезеки, вратарь, то есть, не совсем понятно, в чем был расчет, ну, да, а Милан, ну, слушай, Милан, кадровый голод у них, по-прежнему, Бенасер никак не наберет форму, это проблема, Бенасер, Адли, это не то, чтобы прямо топ в плане розыгрыша, хотя мы, я очень много жду от Бенасера, но он просто еще не набрал форму, вот, и тем не менее, Милан был лучше при всем кадровом голоде. Давай начнем с того, что с главного, наверное, хайлайта этого матча, в чем он был лучше, это с гола, потому что, потрясающе. Мне кажется, Лиао всю жизнь жил, простите за тавтологию, его существо, все вот в том, чтобы сделать, все, да, ради этих моментов, ради такого гола, ради того, чтобы вот так обвести, и знаешь, я его не осуждаю, я вот, я и, как мне кажется, наверное, все, кто смотрели в Ютьюбе ролики Роналдиньо, ради таких красивых проходов, обводок сквозь двоих, таких голов, блин, ну ради этого стоит, за это он и стал таким супертоповым игроком. Во-первых, я прошу прощения, я действительно отождествил с Эрнандесом, когда сказал, что давали свободу, его-то держали двое всю игру, и один эпизод, когда его не встретили вдвоем, не было подстраховки, сразу был голевой момент. Пулюшич, по-моему. Хотя, как мы видим, и когда двое, тоже получается голевой момент. Да, но я имею в виду, что я просто их отождествил с Эрнандесом, видимо, потому что для меня какое-то это креативное такое ядро единое, а на самом деле, на самом деле, два разных человека и свободу получал Эрнандес, а не Лиау. Ну это логично, если двое шли на Лиау, то Эрнандес оставался один. На самом деле, там против, просто смотри, там же как бы крайний центральный его встречал, да, и верхний, латеральный его встречал, Хольм, по-моему, тоже, кстати, ну то есть, у Аталанта тоже полно своих кадровых проблем, да, то есть, у них эти латерали меняются, это уже какой-то третий вариант за сезон, то есть, планировалось одно, по ходу сезона другое, сейчас третий, третий имя, поэтому, да, у них тоже кадровые проблемы, но, кто тогда по плану Гасперини должен был не давать опорник Эрнандесу разбегаться, я не понимал. Ну, очевидно, что должен был быть опорник, других вариантов, в принципе, нету физически. Нет, почему? Остается Миранчук или Декетеллара. Ну, не настолько, они могут не опускаться. Они не настолько, да, они могут не опускаться, просто, ну, нету опорника своей задачи, там Лофтус Чик постоянно делал рывки в штрафную, эти рывки нужно постоянно контролировать. Ну, так близко к штрафной, я не думаю, что Миранчук и Декетеллара должны опускаться вот прям на меню штрафной. я не говорю, что они должны, я говорю, что я не понял, кто должен. Ну, да. Поэтому меня немножко подразочаровало. Я не понял, на самом деле хотел ли вратарь Аталанте отбить вот этот гол Лиау, поскольку мне казалось, что он мог дотянуться и просто не стал. Типа, знаешь, ну, красиво, Он поймал синдром Стендаля, такой, вау. Не, ну, не буду тогда, раз у него так и ободка такая прошла и удар с такого угла в такую девяточку, ну, зачем я буду мешать? Ну, он реально как-то, он даже не потянулся нормально рукой, чтобы вот, типа, ну, это Корнезеки. Он тащит люто, просто нереально в одном матче, а потом вот так. Ну, да. У него в этом матче были просто шедевральные, в этом сезоне были, вернее, в этом сезоне были шедевральные матчи, просто героические, а сейчас, ну, вот так. В этом плане насколько же, ну, при этом, вот мы Декиталары вспомнили и Мирончука, оба, на самом деле, мне кажется, супер мотивированные были. Вообще, Мирончук, понятна его ситуация, в него, он, когда в 20-м году, он перешел в Аталанту и с тех пор в него Гасперини не верил и только последние два месяца в него верит Гасперини и он доказывает, а Декеталары... Знаешь, что смешно? Сколько людей Аталанта продала за то время, что Гасперини не верит в Мирончука? Это удивительно, что он вообще до сих пор остался. Ну, может быть, это вопрос предложений. Там команда поменялась на 80%. Я понимаю, а дадут за Мирончука, который не играет, 20 миллионов, чтобы вообще имел смысл вообще трансфер Мирончука в Аталанту. Не дадут. 10? Не имеешь смысла? Я думаю, что... Там же все равно амортизация происходит какая-то. Нет, неважно. Хорошо, что он нашел себя сейчас. Как бы просто в Гасперини никогда нельзя быть уверенным. А в плане... Декеталары здесь просто другая мотивация. Он приехал первый раз в Милан, на стадион Милана. А, ну, в смысле, да, он не потянул в Милане, но объективно говоря не потянул. Просто как бы еще немножко... Мне кажется, его столько критиковали в прошлом сезоне, что было прям даже с перебором. С перебором. Ну, потому что он не потянул, на мой взгляд, не по уровню, а как будто немножко пуглив. То есть, он просто боялся брать игру на себя. Он был незаметен очень. Ну, и показано, что даже у него в прошлом сезоне за все матчи, там, у него матчи... Ну, именно по количеству матчей у него было нормально. Там, 20 плюс или 30 плюс, я не помню. У него 0 голов, сейчас у него уже в Аталанте 6. То есть, чуть-чуть как бы на своем месте... Ну, адаптируется потихоньку. Да, будет в принципе... Он не бомбардир, он не должен много забивать. Да, да, Ну, все равно, я поэтому и говорю, что 6 для него это, ну, нормально. По... Как для Хаверца. Он должен был всплыть здесь, да. По фолу Жеру я не совсем понял, насколько... Ну, то есть, во-первых, там была явно симуляция, что схватился за лицо, хотя Жеру попал куда-то в плечо, в живот, в грудь. Да, наверное... Ну, блин, ну, наверное, пенальти. Нет, ну, смотри, во-первых, как бы симуляция, потому что за лицо, а хоть желтую карточку выписывай, я бы слова не стал, но это, конечно, пенальти. Можно дать желтую симуляцию? Ну, абсолютно. Мяч не достал, не достал, ногой заехал в плечо, грудь, заехал, ну, пенальти, а что? Ну, просто, знаешь, типа, можно заехать чуть-чуть, во-первых, он носочком, и когда уже не пыром, а вот именно носочком легонь, легончик, и уже когда не со всей дури, а когда уже нога максимальную амплитуду свою дошла, и уже обратно уже как маятник шла почти, то есть, ну, не то, что сильно заехал. Ты сейчас накидываешь, да, просто накидываешь аргументы, что Кайседа надо было удалять. Ну, там другое, да, это другое было. Поэтому, не, ну, окей, да, здесь не скандал, здесь не скандал. А ты что, хотел? Хотел, да, я склонен к скандалам, интригам, расследованиям. Мой прогноз, ты как сказал, что... ты скандалист, интриган, расследователь. Нормально? Вполне. Поставлю себе это в описании моего телеграм-канала. Мой прогноз, вот ты просто закончишь сезон серия, ты увидишь, а таланта, который ты сказал, не впечатляет, она будет в Лиге Чемпионов. Почему? Потому что... Потому что Болония не вытянет, ну да. И потому что Болония, и потому что Италия сейчас идет первой с отрывом в рейтинге сезона, и скорее всего... Пятое место есть шансы, да. Да, с огромной вероятностью именно у Италии... У Италии это не нужно. В смысле не нужно? Болония такая молится, просто бюджет на 10 лет вперед. Нет, они вылетят. Они вот, если они будут играть в Лиге Чемпионов, они вылетят с чемпионата. Они вылетят просто, может, из группы, а точнее группы уже не будет, но неважно. Там все равно придется играть много матчей. Ну да, тем более уже не 6, а 8, и они заработают на трансляциях, на матчдеях, на билетах. Как они будут эти деньги тратить в серии Б через год? Да не будут. В Б они не вылетят, они просто не падут снова в Еврокубки. Ну, все может быть, я не хочу спорить, но как бы, то есть Болонии хочется пожелать попасть там в Лигу Конференции, в Лигу Европы, да, можно, как бы, но не в Лигу Чемпионов, где можно просто командой поплыть. Я просто вот смотрю, на тот же Лацио, на тот же Наполе. Даже Нью-Касл немножко плыл в Лиге Чемпионов. Сравни возможности. Очень он зависел от матчей. Вот, типа, домашний матч с ПСЖ, они просто разносили. В Реал Соседат, у которого есть опыт игры на два фронта, который четвертое место занял в прошлом сезоне, но они сейчас восьмые только, и никакой Лигой Чемпионов там не пахнет. Ну, при том, что они могут себе позволить там потратить там двенадцать миллионов или сколько на Захаряна. Никакая Болония ничего не потратит. Поэтому им не нужно. Дожили двенадцать миллионов. Где-то клубы АПЛ просто ржут. Двенадцать миллионов потратили. Ох! Ну да, у Испании такая реальность. Не, я знаю, что реальность. Вообще во всем мире такая реальность, кроме АПЛ. Ужас. Реал Севилья 1-0. И здесь я бы начал с Рамоса, потому что, ну понятно, первый его матч на Бернабео против Реала лет за двадцать, девятнадцать. И Диктор перед матчем, специально когда называл состав Севильи, он назвал Рамоса последним, чтобы ему поаплодировали. Ну, собственно, так и было. Ну и вообще, интересная ситуация, что я такой просто, ну это уникальный случай во многом. Наверняка был, но это реально, я так и особо не помню, что капитан вообще Севильи... Навос. Навос, да. А тут дал, он дал капитанскую, видимо, попросил Рамос. Капитанскую повязку дали Рамосу. Здесь сразу вспоминаются слова главного тренера сборной России, Валерия Карпина, который в интервью чемпионату сказал, что капитанская, что эта повязочка ничего не значит, что она даже там, лидерских качеств не придает, что я там, условно, Месси, он там по духу, может быть, и вообще не лидер, и он будет показывать свой футбол и без повязки, и повязка вообще все должны быть с капитанами, и бла-бла-бла, что это тряпочка дрожащая, они права имеют. Нет у тебя ощущения или подозрения, что в разных командах или у разных тренеров может быть разный подход к капитанской повязке? Я бы сказал, в разных культурах, возможно, да, в разных командах, ну, наверное, да, но в целом есть такое, что, мне кажется, мы, я, например, мы все склонны иногда скорее значение преувеличивают, чем недооценим. Месси-капитан Барселоны и Месси-капитан сборной Аргентины как раз это довод в пользу Черчесова, а не в пользу Рамоса. Кстати, Черчесов не помню ярких высказываний в какую-либо сторону на этот счет. Но ты только что сказал, что это кто угодно может быть капитан, ты назвал Черчесова. Ты сказал фамилию. Нет, я имел в виду Карпина. Я говорил, извиняюсь. То есть это аргумент в пользу Карпина? Да, да, ну, наверное, да, я просто говорю, что мы все в целом скорее склонны переоценивать значимость повязки, чем недооценивать. И чем в реальности? Это даже миф, что капитан может больше общаться с судьей. В таких правилах этого нет. просто как миленьким. Показывают желтые как миленьким. Да, да, в правилах нет того, что типа ты на право капитану больше прав по общению с судьями. Для тебя капитанская повязка вообще что-то значит? Я не был капитаном футбольной команды, поэтому я не могу ответить. Я просто думал, что был. Вот так вот, да? Не, ну смотри, мне кажется, если... Опять же, важно же, чтобы это было органично. То есть, как бы команда это все-таки коллективный организм. И важно, то есть, чтобы в этом не было внутреннего противоречия. Например, не знаю, в Интере капитаном был Ханданович, который просто легендой клуба стал. И вообще, как бы, его все любили, но предал никакой не капитан. И иногда казалось, что это прямо вредит. Когда капитан Реала Серхио Рамос, понятно, что это идет на пользу. Хорошо, что капитан Реала был Серхио Рамоса в это время, а не тот, кто ситуативно провел больше матчей за Реал, например. Мне просто вообще кажется, что она имеет, не имеет футбольного смысла, больше какое-то символическое значение. И мне нравилось, как португальские клубы делали, что так, кого мы хотим летом продать, сейчас ему срочно даем капитанскую повязку, чтобы стоил на 2 миллиона дороже. И какой-нибудь Ренат Усанш такой, все, продаем капитанскую повязку 19-летнему срочно. И ведь покупались. Да. Ну, мне, допустим, понравилось, как сделал тренер Зенита Семак в ситуации с Кокориным, когда он его наигрывал на сборах, и тут пришла сверху разнарядка срочно отправить в Сочи, в клуб по братим. Мы вот решили сверху, это вообще не решение тренера было, все это понимают, и он... Это все понимают или это кто-то знает? Оставлю это без комментариев. Нет, просто, ну, как бы, похоже на наброс. Все понимают? хорошо, Кирилл, давай, я тут занимаюсь набросами. Извини, поэтому, или кто-то знает? Это знают люди, которые живут с Зенитом, общаются с ним каждый день, это инсайт достоверный, здесь я могу участвовать. Я на твою пользу, в твою пользу сейчас сказал, дал тебе возможность это сказать, как бы придав аргументации своих слов. Допустим, показательно, что вот в этой ситуации, когда его убрали из клуба, хотя его наигрывал тренер, а это факт, он дал капитанскую повязку в последнем товарищеском матче, перед тем, как его убрали в Сочи, и он там принципиально не хотел идти, но потом все-таки согласился, он как тренер показал, мне вообще-то этот игрок нужен, поставил его в состав, несмотря на то, что его играть в Сочи дал. Кокорин и принципиально смешно звучит. И Кокорин после всех его приключений тюремных, он получил капитанскую повязку, что вообще было, конечно, сигнал попадать. Ну, то есть мы говорим о том, для этого повязка, да. Очень долго уже об этом говорим, но мы говорим о том, что вообще-то повязка имеет разные функции, может много значить или ничего не значить, в зависимости от ситуации. А теперь к игре, друзья. Мы же немножко иногда про футбол здесь говорим. Вообще, в течение первого тайма я поймал себя на мысли, что, возможно, мы немножко перехваливаем Реал, его, то, что ему наплевать вообще на травмы, ну, в целом, это, конечно, во многом так, и когда мы видим отрыв Реала в таблице, мы понимаем, что глобально это так, но конкретно в последнее время там ничьи в последних турах. И вот, допустим, здесь первый тайм, ну, здесь, во-первых, лучший момент, наверное, чуть ли не первого тайма был у Сивили, где-то там на восьмой минуте, да, когда пробил в молоко из шикарной позиции НССР пробил. И потом, в принципе, ну, достаточно такой автобус. Мне вообще казалось, что они иногда не в пять защитников, а в шесть играют в Сивили. Ну, ситуативно было. А смотри, у Реала, ну, кроме того, что очевидный кадровый кошмар, просто происходит. Это уже, да, это уже... Просто они как бы... Всегда есть некий запас прочности. Да, вот как бы выбыл Милитао, оказалось, ну, нормально все. Как бы Рюдигер, Алаба, хорошая связка. Выбыл Алаба, оказалось, что, ну, как бы, окей. То есть Лунин хорошо подменяет Куртуа. То есть как бы есть запас прочности. Да, сейчас как бы все это... Их нет по-прежнему. Но Рюдигер и Ронанс. При этом нет Беллингема. А когда нет Беллингема, Хаселу не то, что топ-футболист, но он получает очень важную роль, просто когда нет Беллингема. Нет Беллингема и Хаселу. Ну и что получается, да? То есть как бы у Реала была, как бы, вот, соответственно, такая кадровая ситуация. Анчелотти должен был решить, принять какое-то прям творческое решение. Нельзя механически решить. Он принял творческое решение. Мне оно не понравилось. Вальверде уходил на правый фланг. Родриго уходил на левый фланг. Получался такой треугольник, да? Как бы Венисиус, Минди, Родриго слева. И Васкес, Вальверде, Браим Диас справа. Венисиус привязался к бровке. Браим привязался к другой бровке. Это не Реал. Реал так не играет. Это очень симметрично для Реала. Реал играет подчеркнуто асимметрично. У них лютейшие перегрузы. Они собирают на одной части поля семь человек. И даже не переводят на другую половину, а просто мутят что-то всемиром. И там за счет какого-то индивидуального мастерства, за счет того, что у них такой дикий перегруз, больше, чем вообще принято, они что-то придумывают. Этого не хватало. То есть втроем нельзя так перегрузить, чтобы фирменные Реаловские комбинации были. Моменты были в первом тайме только, если Венисиус обведет троих. Поэтому мне не очень понравилось. Кроме того, кросс оказывался часто на растерзании в центре. У них мало того, что мяч не ходил через центр, но и Севилья могла выходить через центр. Потому что очень симметрично заполнялись фланги. И вообще, продолжение твоих слов, это даже было видно по реакции игроков Реала в первом тайме, насколько им, как казалось, все такое нервозное. Вообще, две желтые карточки было всего в первом тайме. Одна на десятой минуте или около того. Анчелотти, когда отменяли гол Реала из-за фола Начо. Очевидного фола. Да, бесспорного. Получил желтую. И вторую, это вообще, конечно, картина маслом, кросс получил за эмоции в адрес судьи. И желтую нервничать, прям бесился. И его успокаивал Рамос. Человек красная карточка, просто по жизни. У него просто на лбу красная карточка, говорит всегда. И вот Рамос успокаивал кросса, который, в принципе, обычно, скорее, спокойный. Там был такой момент просто. То есть кросс фолил, безусловно. За три секунды. Почему вообще ему пришлось фолить? Потому что защитник Севилья, я сейчас точно не помню, может быть, Сумаре или нет. Может быть, неважно, никто. Короче, на линии штрафной двумя руками толкнул в спину Браима Диаса. И поэтому мяч отлетел, там пошла контратака, кросс сфолил. Но вообще-то я не понял, почему Вар не смотрел это на пенальти. То есть разве что... Не смотрел, не так говоришь, что не смотрел. Вар смотрит все. Либо там было это за пределами штрафной, и тогда Вар не вмешивается. Либо, ну вообще-то, это надо было смотреть. Двумя руками был толчок в спину Браима на приеме мяча. И поэтому мяч отлетел вот так. То есть это очевиднейший фолл, который либо пенальти, либо опасный штрафной. И вместо этого получился фолл кросса. Поэтому сгорел кросс. Да, там грубая ошибка судей в любом случае. Видишь, получается, как и у Ливерпуля, что те, кто выходили на замену, они за счет этого прибавляли и были лучше. Так и здесь в плане судейства. Кто вышел на замену, у судьи был лучше. Да, в этом матче, собственно, я говорил, главный судья был заменен из-за травм. Как же его освистывали трибуны, когда он уходил. Это просто оглушительно вообще. А мне очень понравилось, как камера трансляции показала Переса с таким намеком, типа, ну, тема Реала и судейства, она сейчас просто всеобъемлющая. Ну, примерно, кстати, как из Барселоны. Но она настолько, типа, популярна, что каждый там моментик выискивается, показывается за Реал, против Барселоны, против Реала, против Барселоны. Просто какое-то сумасшествие. Здесь судью меняют, и лицо Переса такое, как будто, да, да, сделали, заменили. Он нам не засчитал гол, заменили судью. Ну, слушай, в Испании любят в драму вообще. То есть их главная программа, главное шоу в поле. Я пару раз смотрел. Я забыл, к сожалению, как зовут ведущего. Ну, это такой Седавлан. Наверное, ты знаешь, что это Седавлан. Как его, господи? Черенгита де Хугонес, короче. Слушай, ну там же безумно. Это невозможно смотреть. То есть это... Он не просто там голосом, он как бы берет там драматическую паузу, да, такой. И что бы вы думали? Позор! А в этот момент еще свет в студии приглушают и дают больше, когда он начинает кричать. То есть уровень драматизма. Он такой просто... Ты посмотрел? А, понятно. Кстати, в нашем подсказе... Странно, что Пеп не свалил раньше из Барселоны. Ну, Пеп, уходя, вот говорит, что уровень давления в Барселоне еще больше. Ну, так нет. Это в данном случае я не разделяю. Это вся культура в целом на этом построен. Она очень драматична. То есть она не разбавляется, например, иронией. Как, ну, например, в Англии есть какая-то вообще культура иронии. У нас есть культура иронии. Как бы в Испании просто другая культура. Там как бы ирония, как она не разбавляет драматизм. Хочется вспомнить что-нибудь ироничное из Испании, чтобы тебе противоречить, но ничего не вспоминается. Ну, разве что Сервантеса, но там все равно слишком... Я про футбол думал, да. Кстати, насчет Света надо будет подумать, как он делает Эль Черенгит или как там его... По-моему, да, это Черенгит Дахугонес, но я не помню, как зовут ведущего. Нам тоже со Светом можно в подкасте что-то подумать. Это у нас... Давай, конечно, скажем про Модрича, потому что, ну, персонаж. Персонаж? Это, ну, я не знаю. А как? Вот человек выходит на замену... Герой, протагонист. Убедил. Человек проводит... Никто не знает, последний свой сезон в Реале, не последний. Чаще уже, по-моему, даже и не попадает в основу. И здесь он выходит на замену. И знаешь, я расстроен, что люди говорят, что какой классный удар, что из-за этого фантастический гол. Какой прием мяча. Прием мяча — это главное. Как он полу таким движением ложным просто скинул с себя соперника, показал, что в одну сторону... Это, знаешь, как баскетболисты, которые бьют мяч о пол, бьют, 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 дальше вот так вот поднимают, что сейчас вот бросят. И тут же, соответственно, защитник, накрывающий их, поднимает руку, взмывает воздух, чтобы заблокировать. А он вот так вниз мяч и пошел дальше, его обвел. Так и здесь... Друзья, мой коллега Гриша не хотел умолить величие Модрича, объясняя его величие через какой-то баскетбол. Да ладно, баскетбол — нормальный вид спорта что-то. Я же... Сравни с футболом. Я же не про ганбол говорю, что ты. Короче, Анч угадал с заменой. Он, на самом деле, выпускал кого бы мог просто. И вообще это как будто бы даже логично, что... Да, там, в принципе, выпускать особо больше не было никого. Во втором тайме Реал изменился. Во втором тайме они изменились. Я говорил тебе, только что говорили, что вот привязанный Браим к правому флангу, Венисиус к левому, не получались перегрузы. Сколько раз ты видел Венисиуса справа во втором тайме? Он оттуда бил опасно. Он оттуда еще раз поучаствовал в одной опасной атаке. То есть вот эта доля хаоса, которая нужна Реалу, чтобы появлялась их фирменная магия, это не магия. У нее есть за ней как бы определенная игровая механика, и мы ее даже как-то разбирали. То есть ее просто не было в первом тайме. Во втором тайме она появилась. И Реал, на мой взгляд, вполне себе наиграл на гол во втором тайме еще до гола Модрича. Просто потому, что у них подходы другими были. Да, в штангу кто пробил, я уже не помню. Нет, Вальверде в штангу это как раз... Это выдающийся удар, но это вообще не голливой. В смысле выдающийся? Он по мячу не смог попасть нормально. Вальверде в перекладину. А, нет, в штангу я имею в виду. В перекладину. Я уже у меня увидел. А, нет, это Чиомини, наверное, когда срикош... Нет, был удар Вальверде в перекладину, он потрясающе ударил. А, под перекладину? В конце первого тайма. Да, да, но это не был голливой момент и близко. Да, нет, согласен, нам издали плену, понятно. Просто по Модричу последняя моя мысль. Как будто бы это прям логично, что Модрич, когда там нужно прессинговать атлетика, Модрич, ну, теряется. А когда перед тобой автобус и нужен какие-то, не то что быстрый футболист, а умные ходы, здесь умный Модрич... Быстромыслящий. Да, здесь Модрич как раз... Он же понял, куда обрабатывать мяч до того, как мяч к нему прилетел. Да. Ну и обработал так, что, ну, я не знаю, кому на зависть. То есть, ну, даже Левандовскому вполне себе на зависть. Как бы, да, ну, то есть, ну да. Надо продлевать сегодня, надо? 38 лет Модричу. Он, во-первых, я думаю, что у Реала проблема главная в том, что Кросс никак не определится. Потому что Кросс играет огромную роль в этой команде. Он дико важен, он ключевой футболист. А и Кросс, и Модрич — это уже немножко перебор. То есть, Модрич тогда получается либо глубокий запасной. Потому что все-таки вместе их на поле в основу ставить, ну, очевидно, проседает как бы динамика игры, немножко интенсивность. А там никого же нового, извините, что перебил, не появляет. То есть, там появляются, видимо, наверное, Мбапе, Энрик точно. Но это все в атаку. А зачем? У них в целом обновление очень хорошо уже произошло. У них вместо Кросс, Модрич, Каземира, которые были три года назад. Конечно, Вальверде, Чомини, Камовинго. Камовинго насколько прибавил в качестве паса. Я его хейтером был, честно говоря, в первый год в Реале. И он как бы... Я вообще не понимаю, что он там забыл. Хотя вроде талант очевиден, вроде все умеет. Но он абсолютно просто мимо темпа, мимо партнеров по команде, мимо всего. Но он такой заводной, так вокруг своей оси крутится. Сейчас я поклонник. То есть, он абсолютно меня переубедил и как бы посрамил. И он выдает передачи на уровне Модрича. Он шведой выкручивается. Что-то ты сейчас прям приборщил. Он выкручивается. Передачи на уровне Модрича выдает Камовинго? Да, просто в другом количестве. То есть, не по три за игру, а по одну раз в две игры. Но шведой, вот это вот, как мяч полетел, у него это появилось. Даже Венисиус он недавно с шведой отдал. В прошлом туре, по-моему. Даже. Ну а что, ты ждешь от Венисиуса передачи шведой? Ну честно, не ждешь. Нет, мы ждем от него любого пижонства. Пижонства, да. Всего, что сложно. Помогу еще просто, типа, еще вопрос, когда это все определится и с Кроссом, и с ним. Потому что я посмотрел, когда в прошлом сезоне, они же всех там стариков продляют, ну дают контракт на год, и в конце года продляют или не продляют. 26 июля. Ох уже этот старик Кросс. 26 июля только Модрича продлили, да. Это же, ну, я так понимаю, там могли быть разговоры по Саудской Аравии, там потом опровергли это все, не знаю. Но это поздно. Смотри, чисто количественно, есть еще такой человек, я понимаю, что, ну, как бы это вообще не имеет значения. Я сейчас скажу, что он не... Да, есть еще Сибалиес. Поэтому чисто количественно, в принципе, они могут себе позволить потянуть. И я думаю, что, конечно, они бросят все силы, чтобы убедить Кросса остаться, потому что он сейчас незаменим. А тогда, ну, наверное, они позволят себе расстаться с Модричем. Но в этом плане... Плохо будет отпустить обоих. Вот это будет прям очень плохо. В этом плане, насколько Кросс будет полезен и насколько его убедят остаться, насколько он будет полезен, скорее, вы сможете увидеть по трансляциям на Око Спорт. Смотрите там всю примеру. Другие виды спорта тоже можно смотреть. Читайте о спорте на сайте чемпионат.com. Там тоже все виды спорта читаются, показываются, да. Кирилл Хаид в телеграм-канале называется Диего Симеонович. Я в телеграм-канале называюсь Ван Писака. Спасибо, что провели эти сколько-то там минут. Полтора часа, я не знаю, было сегодня, не было? Было, не было. Было, не было, да. Всем пока. Всем пока и бог вам рефери. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова